Добрый вечер, уважаемые коллеги! Добрый вечер, уважаемые коллеги! И поговорим о том, как этих ошибок можно избежать. И мы посмотрим на то, где взять материалы, на что сослаться можно, где взять тренировочные материалы и бесплатные в интернете, и, может быть, платные, но не очень дорогие, какие-то специальные пособия. И вообще, как можно построить обучение для того, чтобы лучше подготовить учеников. Подойдет такой вариант? Ну, давайте тогда начнем. Итак, как вы знаете, устный тур регионального этапа прошел 20 января 2016 года. В 2019 был письменный тур. В этом году точно так же, как и в прошлом и в позапрошлом, у участников требовалось выполнить задание на монолог и на диалог. В задании на монолог нужно было провести экскурсию. И задание было сформулировано следующим образом. Imagine that your tourist guide giving an excursion to a tourist. А в диалоге задание звучало таким образом. Ask your partner two questions about. Звучала тема задания. To get additional information. Обратите внимание, additional information крупно было выделено. Not mentioned by a partner. Формировки заданий очень близки к заданиям регионального этапа прошлого года. Перед вами на слайде сейчас ссылка на задания прошлого года регионального этапа. Вы потом, я после вебинара выложу презентацию для скачивания онлайн на englishteachers.ru. Вы ее сможете скачать, пройти по ссылке и посмотреть все эти задания. Прошлогодние задания этого года, конечно, пока еще вывесить не успели. Но, тем не менее, скоро можно будет с ними познакомиться. Предметом экскурсии в этом году было метро. Кому-то из учеников досталось рассказать про московское метро, кому-то про лондонское, кому-то про парижское, кому-то про метро Нью-Йорка. И нужно было рассказать о следующих моментах. О протяженности и количестве линий метрополитена, о количестве пассажиров, о времени, работе и стоимости проезда, об истории метро, о станциях и их особенностях, интересных фактов привести о метро в искусстве. Но, конечно, у детей не проверялось знание метро. У детей были информационные материалы. У них была таблица с цифрами, со всеми данными о метро. Причем данных было гораздо больше, чем требовалось для задания. Были графики, из которых тоже можно было почерпнуть информацию. И был текст с интересной информацией о метро и о станциях на русском языке. Участники имели всю необходимую информацию на родном языке. Что им требовалось, это выбрать нужную информацию из этого материала за 15 минут, которые отводились на подготовку. И затем представить ее в другом виде, в другом жанре. Превратить эту информацию в экскурсию на английском языке. На ответ отводилось на монолог примерно 2 минуты. Но абсолютное большинство участников это время превышали. И, честно говоря, члены жюри даже не обращали внимания на превышение времени. В этом году решили, что это не будет критичным фактором, умеют уложиться или не умеют. Потому что задание объемное на самом деле получилось. Поэтому ученикам давали высказаться. И, как правило, ответ ребенка занимал где-то 3-3,5 минуты. То есть было превышение, но за него никакие баллы не снижали. И диалог, на который отводилось примерно 2-3 минуты, там ребенок укладывался поменьше. Обычно они успевали уложиться. Поэтому общее время на выполнение заданий примерно как запланировано, таким и оставалось. Давайте мы с вами посмотрим подробнее, как оценивались работы участников. Были следующие параметры. Первый и самый главный это решение коммуникативной задачи. В которую входила полнота выполнения задания. То есть все или не все пункты учтены. Обо всем или не всем ребенок рассказал, что было в задании. Соответствует ли это жанру. То есть это действительно экскурсия или просто рассказ, доклад какой-то получается. И речевой ситуации. И как один из параметров оценивался беглость речи. Потому что были дети, которые говорили неплохо, но запинались. Были большие паузы между предложениями. И были дети, которые говорили не сказать, чтобы намного лучше или намного хуже. Но при этом говорили бегло. Конечно, беглость добавляла еще один балл. Также оценивалось взаимодействие с партнером. Дети должны были задать вопросы и ответить на вопросы собеседника. И смотрели на то, насколько эти вопросы релевантны. Действительно ли это запрос additional information, дополнительной информации или что-то еще. И таким образом оценивались. Лексическое наполнение. Правильность речи прежде всего. И вторым по важности пунктом было разнообразие лексическое. То есть насколько соответствуют лексикопоставленные задачи. Грамматическое наполнение. Точно так же правильность и разнообразие грамматических структур. И, наконец, фонетическая правильность речи. А вот теперь давайте мы посмотрим, что же входило, какие ошибки ученики делали и как этому можно противостоять. Ну, прежде всего, по достижению коммуникативной задачи. Типичные ошибки были следующие. Самая главная ошибка – это несоответствие выступления заданной речевой ситуации. Что происходило? Абсолютное большинство участников, но из тех, кого я сам слышал, я слышал 40 учеников. Это немало. Жюри начало работу в 9 утра. Мы к 8 собрались, у нас был инструктаж. В 9 утра мы начали работу. И последних учеников мы закончили слушать. Ну, по крайней мере, в моей аудитории в 17.05. В некоторых аудиториях было еще даже позже. То есть, представляете, какое количество учеников, сколько было работы. Довольно утомительной и прочной. Тем не менее, выборка получилась довольно репрезентативной, я бы сказал бы. Посмотрите, что получилось. То есть, большинство абсолютных учеников, вместо того, чтобы проводить экскурсию, устраивали презентацию метро. Чем они отличаются? Ну, объяснять особенно не надо. Но вы сами понимаете. Если ребенок... И, соответственно, либо введения и заключения не было вообще, либо введения и заключения не соответствовали чего ситуации. То есть, вместо того, чтобы провести экскурсию, обычный экскурсовод что делает? Приветствует туристов. Говорит о том, что они собираются посмотреть. И пытается подать информацию как-то интересно. Правда же? А у нас что происходило? Некоторые дети начинали с фразы «I want to tell you about the Moscow metro» и «давай рассказывать». Потом заканчивали. «That is all that I wanted to say». То есть, они работали в формате, который подошел бы для монолога на итоговая тестация, на ОГЭ или на ЕГЭ, но не годился, к сожалению, для конкретной коммуникативной ситуации, для требований жанра. Крайне редко, когда ученики говорили, например, «Hello, dear tourists! Today we are going to visit!» и рассказывали метро, какое и так далее. То есть, жанрование соответствует, к сожалению, было очевидным и влекло за собой много других проблем. Кто-то забывал завершить свою презентацию либо свою экскурсию. То есть, просто говорили-говорили, выговорились по всему, и там пауза, и выжидающий смотрел на партнера. Кто-то завершал ошибочными фразами. Например, «That is all that you wanted to know about Metro». Тоже довольно забавно это звучало. Правда же? И еще одна типичная ошибка – это неполное выполнение заданий, когда не все пункты были раскрыты. Особенно характерно это было, мало кто пропускал какой-то пункт совсем, хотя были и такие ученики, но были, например, такие ситуации. Пункт состоит из двух частей. Например, «Hours and Fairs». А говорили только о чем-то об одном, либо когда метро работает, либо о том, сколько стоит проезд. То есть, пункт был раскрыт не полностью. А посмотрите, сколько этих пунктов из шести возможных было в задании. Половина. «Length and number of lines», «Hours and Fairs», «Stations and Epic Lurities». То есть, то, о чем нужно было говорить. Пропускали, и некоторые пункты просто сливали в один. Как можно учеников подготовить к такой проблеме, к такому заданию? Ну, прежде всего, это обращать внимание в тех заданиях, которые требуют учета речевой ситуации, обращать внимание учеников на то, чтобы они эту ситуацию учли, заранее спрашивать, что требуется делать, чем отличается этот жанр от других. И нужны задания на жанровое соответствие. И здесь удобнее всего, наверное, я сейчас сразу хочу сказать, те приемы, о которых я говорю, их можно использовать с любыми учебниками. Я покажу примеры из конкретных пособий, но мы именно смотрим на методическую часть, то есть вы сможете приспособить эти же приемы и к другим моментам, я полагаю. Итак, например, здесь удобно делать через учет адресата высказывания. Например, содержание будет совершенно разным, если задание будет звучать таким образом. Одному ученику вы скажете «Describe Russian winter to a friend from Africa», а другому скажете «Describe Russian winter to a friend from Canada». Понятно, что в Канаде климат примерно такой же, как в России, да еще в некоторых частях более суровый, чем в других частях более теплых России. А африкану придется долго объяснить, что такое холодно, потому что для него холодно, совершенно другая температура и прочее. Или же, наоборот, совершенно не только адресата задаем, но и переработку одного жанра в другой. Например, «Use this encyclopedia entry to tell a child an interesting story about this famous writer». То есть мы задаем адресата, ребенок, да, и приходится выбирать материал, который будет интересен ребенку. Мы задаем жанр, это «an interesting story», это ни в коем случае ни доклад, ни презентация, и говорим о ком. Правда же? То есть вот такие вот моменты. В учебниках заданий много, которые требуют учета речевой ситуации. Вот, скажем, пример из учебника happyenglish.ru. Для девятого класса я сейчас увеличу немножечко, для того, чтобы можно было посмотреть. То есть посмотрите, у нас здесь есть персонажи учебника, которые попадают в США. У них там живет подруга, американка Эмили. И задание звучит следующим образом. «Emily's friends are looking on the flyers. Look for the flyers and answer the questions». И дают следующие вопросы. «What places of interest will the friends probably see? How are they going to travel? What theatre will they probably go to?» И мы здесь должны использовать знания того, что может быть интересно друзьям, и что они могут выбрать. Конечно, это не то же самое, что проведение экскурсии, но тем не менее у нас есть пункты, которые мы просим детей выбрать, поговорить о каждом, и еще и обосновать свое мнение при этом, то есть привести информацию. А вот как можно еще по-другому учить детей, учитывать речевую ситуацию. Сейчас на экране перед вами задание из учебника «Неумедали на игру» для девятого класса, страница 89. Посмотрите, здесь даны три истории в комиксах. Эти истории перепутаны. То есть нужно разобраться, какие картинки относятся к какой из истории, и затем нужно их выстроить в нужный порядок, и эту историю... Такие задания вы вплатите сами для учеников. То есть взять действительно несколько комиксов, смешать, попросить распределить. Это очень похоже на задание по типу «Джиг Сорринг», когда у каждого свой кусочек текста, но картинки помогают лучше. Они, во-первых, оставляют свободу для высказываний, а в этом возрасте дети уже, ну, по крайней мере, те, которые на Олимпиады хотят выступить, те дети уже достаточно владеют английским языком, им как раз нужна свобода, но свобода с учетом опор. Я сразу почитаю комментарии, постараюсь отвечать на вопросы на ваши. Елена Васильевна пишет. Да, очень актуально. Олимпиады изменились, и больше не включают лишь школьную программу. Вот у детей проблемы. Вы знаете, я бы чуть-чуть, с вашего позволения, скорректировал бы ваше высказание, уточнил бы вот что. Олимпиады по-прежнему оставляют тематику школьной программы. Правда же? То есть то же самое метро, это две темы, транспорт и достопримечательность странно-изучаемого языка. Но по формату они требуют большего уровня мышления, более высокого, более высокий уровень сложности. Мы как раз сейчас об этом будем говорить, о том, какие умения требуются, кроме просто поставить глагол в определенную форму и так далее. А вот Анна пишет. Для сельских учеников олимпиадные задания сложные. Вы знаете, я бы сказал бы так. Тут два вида сложности. Есть сложность языковая, потому что не хватает языкового запаса. А есть сложность по умениям и по уровню сформированности мышления по кругозору. Мы как раз поговорим с вами сегодня о том, как же можно с одной стороны и язык подтянуть, а с другой стороны научить детей реагировать быстро и сделать так, чтобы им это было интересно. Давайте мы посмотрим на эти вещи. Вот пример с вами, еще один на учет речевой ситуации и на анализ материала предложенного. Это пример из учебника New Milan English для 10 класса, 49 страница. И посмотрите, задание какое. Оно здесь на самом деле ближе к ЕГЭ, чем к Олимпиадам, но смысл примерно тот же самый. Look at the pictures and discuss these questions in pairs. What are these people doing? What can't it be? Why are they doing this? Which of these events would you be interested in taking part in? То есть вот такие задания, которые требуют подумать, сделать предположение, высказать свое мнение. Давайте вернемся к теме Олимпиады. Дальше к другой группе ошибок. Но я сначала прочитаю комментарий Натальи Румянцевой. Многое зависит от желания учителя учить детей разговору. Проще ведь давать задания по грамматике и чтению. Да, бывают и такие ситуации. Я, например, недавно читал обсуждение на одном из форумов в интернете. На мой взгляд, странноватый спор. Там участники спорили. Один участник заявил, что перевод – это всегда самый лучший способ самой эффективной проверки понимания. Но я бы сказал так, далеко не всегда. Не всегда требуется переводить. А другая участница насмерть стояла, говоря о том, что перевода надо избегать. Но я бы сказал, везде надо руководствоваться здравым смыслом. Бывают ситуации, когда проще попросить ребенка перевести что-то, особенно когда речь идет об абстрактном понятии. А бывают ситуации, когда можно показать что-то. Правда же? Но все равно я почитал обсуждение, и там, например, кто-то выступал, говорил, что вот, зачем мы будем тратить силы и время, ведь действительно проще перевести. То есть действительно некоторые учителя так и работают. Читают и переводят. Читают и переводят. Конечно, в такой ситуации трудновато будет подготовить к Олимпиадам. Давайте посмотрим еще на типичные проблемы. Вот еще у нас коллеги пишут, к сожалению, у рядового учителя нет информации о формате заданий, в каких учебниках есть подготовка и экскурсии. Да, некоторые дети могут быстро сориентироваться, но другие нет. Я бы сказал так, на сайте Олимпиады есть олимпиадные задания прошлых лет. Реальные. В учебниках есть задания на подготовку и экскурсии, на то, о том, чтобы рассказать. То есть можно подготовить. А вот когда пишут, давайте детям задание из First Certificate Cambridge Advanced IELTS TOEFL, чтобы познакомить их с видом Олимпиадных заданий, здесь не совсем та самая ситуация. IELTS и TOEFL вряд ли помогут, для Cambridge Advanced English точно так же. Это трудновато. Правда? Так что бывает трудно. Вот действительно, моя Андрея пишет, Cambridge Advanced English это уровень, недосягаемый для школьников, порой и учителей вызывают сложности требовать специальной языковой подготовки. Ну, давайте поговорим. Свет опять пишет, помогут, но у каждого свое мнение. Я вижу Олимпиаду изнутри, как член жюри, я хорошо знаю задания и Cambridge Advanced IELTS и TOEFL, готовлю к этим экзаменам, сам сдавал в свое время и TOEFL, правда Advanced English не сдавал, сдавал Cambridge Scientific of Professional они резко отличаются. Поэтому готовить к одному, а потом встретить совершенно другое, это, поверьте, не одно и то же. Это то же самое, что готовить к ЕГЭ, заставляя детей заучивать монологи наизусть. Не поможет. А вот Наталья пишет, реальный шанс только у тех, кто обучается в гимназиях. Не совсем так, дети из обычных школ тоже сдают, можно посмотреть, можно посмотреть реальные результаты. А вот Наталья Федоровна пишет, трудно в сельской школе, потому что в классе 8 человек, из них одна отличница, два хорошиста, остальные очень слабые, как всех охватить. Вот это действительно очень большая проблема. Проблема в том, что придется именно с олимпиадником либо отдельно заниматься, либо как-то еще пытаться уложиться, это почти невозможно. Правда, два раза в неделю это тоже проблема. А вот теперь давайте про навыки поговорим. Вот Светлана пишет, нужно развивать навыки, оперативно ориентироваться в тех условиях, которые предоставляются ученикам, и использовать любые подсказки. Верно, это уже умение пошли и навыки интересные. Вот посмотрите, какие были типичные проблемы с лексикой. Во-первых, бедный лексический запас, который бывал недостаточен для... Вот, кстати, сейчас я вернусь к этому, Инна пишет, давал девочке решать Cambridge Advanced English для подготовки, она набрала 88 баллов из 110 на региональном туре. Инна, а как вы считаете, она набрала баллы за счет того, что там задания были, формат олимпиадного, или просто за счет того, что у нее высокий уровень владения английским языком? Я бы это списал на уровень, только из всего. Итак, возвращаемся. Дети делали ошибки в употреблении лексических единиц. Например, It was found in вместо founded вместо carriage или car пользовались сложным другом переводчика. Некоторые дети говорили wagon, что совершенно не то же самое, правда? И были проблемы с коллокациями, то есть с тем, какие слова с чем могут использоваться. Давайте мы посмотрим на то, что может помочь, каким образом можно подготовить учеников к лексической части Олимпиады. Ну, конечно, кроме того, что нужна работа с заданием близким по содержанию, еще раз подчеркну, это действительно должны быть близкие задания, а не просто абстрактно взять некое задание высокого уровня и надеяться на то, что оно поможет. Все-таки есть разница между подготовкой к формату и подготовкой просто на высоком уровне языковом. Это не одно и то же. Маленький пример. Я про него чуть позже собирался сказать, но скажу сейчас. Один из учеников, который выступал на Олимпиаде 20-го числа, у него был блестящий совершенно американский английский, очень высокого уровня. У него великолепная лексика, ни одной грамматической ошибки, отличное американское произношение, не очень красивое, но это с точки зрения того, что именно в каком-то регионе так американцы говорят. Это у него лекское произношение было. Великолепный английский язык, высокий уровень владения, но тем не менее высший балл он не получил. Не получил по одной простой причине. Из шести пунктов опорных задания он только по трем сказал, а остальные он пропустил. Он настолько увлекся, у него хорошая лексика была и так далее. Но вот коммуникативная задача была достигнута не полностью. Я уверен, что с таким высоким уровнем владения языком он на писанном этапе хорошо справился и очень надеюсь, что он выйдет на всероссийский этап. Но на устном этапе он получил далеко не высший балл, несмотря на высокий уровень владения языком. Это действительно серьезный момент. Кроме того, как имеет смысл подавать лексику? И вот это уже не зависит от того, в гимназии вы работаете, в лицее, в сельской школе. Это зависит от того, какие приемы вы используете. Вместо того, чтобы просто давать упражнения лексические, некие на запоминание, имеет смысл подавать лексику, как семантическое поле, и ские ряды. Вот скажите, пожалуйста, коллеги, как по-английски сказать, что человек красивый? Какими словами можно? Сколько синонимов мы с вами сможем сейчас написать? Давайте попробуем. Pretty можно пишет Галина. Handsome Юлия Бояркина. Beautiful. Nice можно сказать. Attractive. Отлично. Good looking. Замечательно. Много примеров. Awesome. Ну, про внешность это, скорее, знаете, очень такое преувеличенное разговорное. Gorgeous. Замечательное слово. Весьма разговорное и часто имеет значение сексуально привлекательное сексе. Майя Андреевна пишет. Да, тоже бывает. Lovely. Посмотрите, сколько вариантов. Smart. Американизм. Правда же? Ну, можно fabulous. Про внешность тоже можно сказать. Good looks. Но это, скорее, не прилагательное, а существительное. She has good looks. Или great looks. She is looking great. И так далее. Много вариантов. Если мы детям дадим просто в столбик эти слова, они оттуда не так много запомнят. Правда же? А вот давайте попробуем сделать семантический ряд. Например, а как, кстати, сказать про человека, что он некрасивый? Итак, давайте подумаем. Ugly. Можно. Все почему-то ugly начали писать. А кроме ugly, вот Галина Жамсаевна пишет plain. Замечательный вариант. Plain очень хорошо. Unattractive. Тоже вариант. So-so. Кто-то подсказывает. А еще как можно. Есть какие-то варианты? Ordinary. Commonplace. И так далее. Poor. Но poor это не в красоте относится. Это все-таки больше говорится про финансовое состояние. Pale. Бледный. Но кому-то бледный нравится. Not the type of beauty I like. Очень хороший вариант. Анна Козырева предлагает. Когда вроде бы и вежливо. Unbeautiful. Нет. Unbeautiful нельзя сказать грамматически. Неверно. Поймут это оказионизм. Monstrous. Может быть и так. Но лучше действительно избегать негатива. Вот еще кто-то предлагает вариант unbeautiful. Кто-то говорит terrible. Но все равно. Вот эти вот вещи. Они не очень будут хорошо детям запоминаться. Hideous. Замечательный вариант. Прямо совсем уже омерзительный. Правда же? То есть разные варианты возможны. Но посмотрите. Если мы детям дадим эти слова и потом какие-то упражнения на отработку. Все равно. Я думаю согласитесь. Homeless. Замечательный вариант. Наталья Никишина предлагает. Очень такой. Юрий Дмитриев пишет. Repulsive. Это действительно синоним hideous. Совсем уж отталкивающий. Отвратительный. Омерзительный. Но посмотрите. Дети запомнят не очень много. А вот представьте. Мы им дали эти слова. А затем попросили их расположить в линеечку. Слева написать. Начиная с самого некрасивого. А справа дойти до красивого. До beautiful. Как вы считаете? То есть дети начнут, например, со слова ugly. Hideous. Repulsive. Потом пойдут уже помягче слова. Пойдут. Plain. Homely. Home and place. So-so пойдет. Unattractive. Потом so-so. Потом мягкое такое. Помягче. Good looking. И так далее. Но вот когда выстроили в этот семантический ряд. Легче? Да. Вот Елена Васильевна правильно пишет. Получается как бы степень сравнения. Очень близко. Вот такой семантический ряд запоминается очень хорошо. Не все слова можно в ряд выстроить. Потому что не всегда есть сравнение по какому-то признаку. Тут уже получается семантическое поле. Слова, которые относятся к определенной теме. Показываем их сочетание и так далее. Здесь нам помогают и различные варианты интернета. И Visual Dictionary. Есть такой бесплатный словарь, который может помочь организовать такие вещи. Но еще очень хорошо работают задания по упорядочению лексического запаса и представлению его именно в контексте. А мы про контекст, к сожалению, довольно часто забываем. Давайте мы посмотрим на примеры. Примеры, которые я вам покажу. Я взял из вот этой вот книги, которая перед вами сейчас на экране. Книга так и называется. «Олимпиада по английскому языку для 9-11 классов». Авторы Корина Степана Махмурян и Оксана Павловна Мельчина. Эта книга была до сегодняшнего утра в интернет-магазине. И появится в первых числах февраля в немножко обновленном виде. Аудиодиск вместо того, чтобы прилагаться диском, аудиозапись будет доступна бесплатно для скачивания. Вот почему она была до сегодняшнего утра. Ее после Олимпиады сразу быстро раскупили, заглянув внутрь. В этой книге есть раздел «Must your vocabulary». Есть раздел по грамматике. «Use of English», «Reading, Listening, Cultural Awareness», «Writing, Speaking». А потом идут sample tests, примерные задания, которые можно использовать для того, чтобы готовиться к Олимпиадам. Но давайте посмотрим на несколько заданий и подумаем, какой цели они служат, в чем они могут помочь. Давайте вместе с вами поделаем. Не для того, чтобы ваш английский проверить, а чтобы немножечко размяться. Хотя и вечер. Хорошо? Итак, это тема «Животное». Как можно это упражнение использовать для того, чтобы вспомнить лексику о животных или расширить ее? А давайте с вами потренируемся. Я вам буду читать предложения. Вот, например, Людмила Александровна пишет отличная книга, я уже работала с ней. Я вам буду читать предложения и варианты ответов, а вы пишите, пожалуйста, возможный ответ. Вот уже кому-то трудно с планшета, я поэтому вслух буду читать. «Which of this is not anamel?» И вариант ответов. «Whale, Poppies, Shark, Dolphin». Нам уже Наталья написала «шак». Действительно, к раковик питающим акулы не относятся. «Which of this is a marsupel?» Второе задание. И вариант ответов. «Кангару, Camel, Panda, Rhino». Большинство детей, да и многие учителя, я почему-то считаю так, и поправьте, если ошибаюсь, не будут знать слово «massupel». Скорее всего, да? Но если мы посмотрим, какой из этих животных отличается от всех, это kangaroo, «massupel» — это сумчатая. Правда же? Следующий вопрос. «Which of this hasn't got a shell on its back?» И варианты. «Snail, Tortoise, Turtle, Octopus». Конечно, здесь будет «octopus». Вот кто-то пишет «спотлайк» для пятого класса, есть это слово. А скажите, пожалуйста, пятиклассники это слово хорошо запоминают? Я имею в виду не «octopus», а «massupel». Это то же самое, что пытаться детей, например, попросить их выучить, как будто хвойные деревья, «coniferous», да, в пятом классе. Не очень это близко по возрасту. А вот старшеклассникам хорошо пойдет, они уже созрели до такого. Я думаю, что здесь идея понятна, но посмотрите, тут самые разные вопросы. Например, «Which of these birds can fly?» или «Which of these animals does not normally hibernate?» То есть вот эти вот вопросы помогают нам и вспомнить привычки животных, и вспомнить названия животных, а мы про название как раз говорим, и внешний вид, и так далее. То есть это тренировочное упражнение, которое может стать основой и для говорения, и для сочинения, и для описания, и для многих других вещей. А вот такой вот пример слова, которые очень часто путаются. Например, одна из ошибок, которая была на Олимпиаде позавчера, это одна девочка спутала «suppose» и «suggest». Вместо «I suggest that you should» она говорит «I suppose you should». И так далее. И там оно совершенно в окончании предложения не подходило, это слово. Давайте попробуем вот это вот тренировочное упражнение сделаем. Итак, нам нужно вставить в пробелы слова «complement», «effect», «complement», «effect», «compulsive», «compelling». Давайте тоже несколько попробуем, правда же? Итак, «the on the children's behavior was astonishing». Какое здесь слово подойдет? «Effect», «to Joe», «the greatest was to be considered amusing». Второе предложение. А вот кто-то написал «affect». Нет, не «affect». В первое предложение никак. «Affect» — это другое значение. «Complement» — Инна Францева пишет. Третье предложение. «One of the reasons for the drug's phenomenal success is that there are no known side...» Чего здесь? Анна пишет «effect», а там же множественное число потребуется. «Side effects». Правда? Я смотрю, кому-то очень понравилось слово «affect». Коллеги, «affect» — это влиять, воздействовать, как правило, плохо влиять, в плохом смысле, правда же? И, например, четвертое предложение. «He's been a liar all the time I've known him». Каким он был вруном? Только не «complement», не «affect». Кто-то по-прежнему настаивает. «Compulsive lie» Юлия Геннадьевна нам подсказывает. Совершенно верно. «Component» не получится. «Component» — это очень убедительный, обязывающий к чему-то. А он не необязывающий лжец. Он именно «compulsive» его заставляют. И опять, посмотрите, мы повторили сложные слова, повторили, в чем у них разница с детьми. И очень неплохо это работает. Как вы считаете, это удобное упражнение для того, чтобы запомнить разницу между этими словами? Вот с вашей точки зрения. Да, удобное. Давайте посмотрим, как еще можно поработать. Есть вот такой вот вариант. Мы не будем делать эти упражнения, но посмотрите здесь, что происходит. Я вам просто в качестве примера покажу. «Rearrange the letters in bold to make words related to sport». Даются предложения, и слова, которые относятся к спорту, даны в совершенно другом порядке буквы. То есть их надо эти слова расшифровать. Это упражнение не быстрое, но оно очень хорошо помогает повторить и спеллинг, и слова сами вспомнить, и именно тематическую лексику. И то, что дети могли забыть, оно очень хорошо помогает вспомнить. Причем это упражнение вы можете и сами из любого текста сделать, но здесь именно отдельные предложения все подобраны, там ничего лишнего нет. Тут спрашивают, эту книгу с упражнением можно где-то скачать? Скачать нет, а приобрести можно. Она что-то порядка 200 рублей, по-моему, стоит вместе с аудиодиском. Теперь collocations. Вот с этим проблем всегда много. Коллокации очень часто подводят, потому что недостаточно знать только словарное определение слова. Очень важно знать, в каком сочетании это слово может использоваться, а в каком нет. Вы же сами знаете, по-русски, например, нельзя сказать причинить радость, а можно сказать доставить радость. Хотя и причинить, и доставить по-английски будет to cause или to bring. Абсолютно одинаково переводится, правда? Довольно непросто это все было бы. Давайте мы с вами посмотрим на типичные коллокации. Вот у нас они есть, смотрите. Слова strong, wide, plain, high. Что можно использовать с этими словами? Hills, high hills, коллеги уже пишут. Possibility. Что можно с possibility сказать? White possibility? Нет, нет, коллеги. И не high. High это high probability. А вот strong possibility это верно. А great у нас в рамочке не было. English. Со словом English, что можно? Plain English. Верно. Variety. С variety что можно сказать? Plain variety нет. Strong variety тоже нельзя сказать. White. Асяд Гадиева нам советует. Совершенно верно. High variety нельзя сказать. Number. Со словом number что можно сказать? High number. Конечно. Но ни в коем случае не white. Influence. Влияние. Какой может быть? Strong influence. Strong influence. Я как только первый правильный вариант слышу, вижу, я сразу его озвучиваю. Green. Улыбка. Какая бывает? White green. Лариса написала. Верно. Speed. Скорость. Какая? Plain green можно сказать, но это не характерное сочетание. High speed. Верно. Feelings. Strong feelings. Там уже написали коллеги. Choice. High feelings бывает иногда, но это немножко другое значение. Правда? Strong feelings это прочное убеждение, которое задевает что-то кого-то заживое. Да? White choice. Правильно. Argument. Какой может быть argument? Strong argument. Close. У нас уже писали plain close. Да? И, наконец, gap, конечно же, прямо как по-русски. Широкий разрыв. White gap. А вот теперь давайте посмотрим. Это мы познакомились с коллокациями, наиболее частотными. А теперь само упражнение. Тут уже нужно именно прилагать на плюс существительное вставить. Посмотрите. My grandparents have on the subject of hospitality. Что здесь нужно будет сказать? Да? Тут не только прилагать, но тут уже нужно слово-сочетание. Strong arguments. Но здесь не аргументы на тему гостеприимства. Правда? А все-таки я подскажу feelings. Strong feelings on the subject of hospitality. То есть у моих дедушки и бабушки очень четкие представления о гостеприимстве. Следующее. Can you give me the directions to a house in so that I can understand them? Plain English. Верно. Pete's face broke into a when I invited him in. Третье предложение. White green. И, наконец, давайте на восьмое предложение посмотрим. If you call Jane, there's a that she'll invite you to her birthday party. Итак, еще раз. Восьмое предложение. If you call Jane, there's a that she'll invite you to her birthday party. Верно. 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 Не high probability, да, кто-то патриант. Он абсолютно правильный. Вот как вы считаете, если дети хотя бы вот эти сочетания запомнят, получится ли у них запас лексический более широким? Будет ли он звучать более естественно и казаться более широким? Конечно. То есть вот эти вещи работают хорошо. Мы такие упражнения можем и сами пытаться для детей составлять. Но, наверное, проще все-таки взять готовую книгу. А вот еще вот такое упражнение. Phrasal verbs. Очень многие ученики после письменного тура жаловались, что им было трудно справиться с фразами-глаголами и еще срезались. Вот Екатерина пишет, им еще их проговорить надо устно. Как-то как-то устно надо. Если услышать неоднократно. Верно. И так, Сана Сурина пишет. Конечно же. Но это надо использовать в речи. То есть одного упражнения, естественно, недостаточно. Посмотрите, с фразами-глаголами как можно знакомить. Как правило, в учебниках содержится задание «Найди синонимы». Правда? Да. А здесь подход совершенно другой. Вот Елена Васильевна пишет очень сложное задание. Вы знаете, здесь детям просто надо объяснить, что это задание, оно несложное. На самом деле здесь нужно выбрать правильный стиль. Фразовый глагол – это, как правило, признак разговорного стиля. Поэтому надо смотреть на ситуацию. Например, «Don't stop nowadays». И уже даются ответы. «Go on, I'm dying to hear the end of the story». А вот второе предложение. «In a bid to improve diplomatic relations, the foreign office has a visit by senior embassy staff». Конечно, «has arranged» будет. Третье предложение. «The court sentences you to life imprisonment with a recommendation that you are not for a minimum period of 20 years». Елена Васильевна пишет. «Дети переводят буквально и теряются от нелогичности получившимся». Действительно, когда дети только начинают изучать фразовые глаголы, они переводят буквально. Здесь очень важно им сказать, что во фразовых глаголах значение каждой части по отдельности не соответствует значению целого. Нельзя их просто переводить, правда? «Not released» и так далее. То есть, посмотрите, как можно работать с фразовыми глаголами, но в то же время фокусироваться не столько на значении фразовых глаголов, сколько на стилистической стороне. То есть, это упражнение гораздо шире, чем то, что обычно бывает в учебниках школьных. Предлагают вариант «let out», но здесь «let out» не подойдет, стиль официальный. Правда же? «recommendations that are not released». «Let out» сказать нельзя. Это то же самое, как если бы мы в какой-то официальной речи, ну, предположим, выступая по телевизору, представителями министерства, ну, например, внешних дел, вместо того, чтобы сказать, что было там, например, совершено, что, ну, как сейчас события в Сирии, например, в новостях сказали бы, вместо того, чтобы сказать, что было совершено много боевых вылетов, сказали бы, было совершено, ну, как иногда говорят «дети дофига вылетов». То же самое было бы. Очень разговорное сказать «так можно», но не подойдет. Правда же? Именно в этой ситуации. Давайте посмотрим еще на одно упражнение. В этой же книге даются объяснения для детей. Мы не будем сейчас это упражнение делать, естественно, но даются объяснения для детей, как именно надо выполнять такие задания. Например, Объяснили, что это за упражнение, и, конечно же, здесь мы можем детям объяснить. То, что, как правило, вернее, всегда дается в 95 случаях, четыре варианта. Из них два заведомо неправильных. Один – это дистрактор. Он мог бы быть правильным, если бы он подходил, но он может не подходить по стилю, предлог не подходит, что-то еще. Правда же? И только одно слово будет абсолютно правильное. Оно действительно непростое. Да, это формат и ЕГЭ, и международных экзаменов. Вот я здесь соглашусь с теми коллегами, которые писали, что если готовить по учебникам фестивка и прочее, то к письменной части подготовить, наверное, можно. К устной части не подготовите. Но вот это хорошая работа тоже с лексикой. Грамматические структуры. В чем бывают ошибки? Ну, во-первых, однотипные грамматические структуры ученики используют. Крайне бедно по временам делают ошибки, причем ошибки такие грамматические, которые затрудняют понимание. Посмотрите. Например, бесконтактные билеты. Некоторые дети пытались это сказать по-английски и придумывали фразу «uncontact tickets». Конечно, так по-английски сказать нельзя. При этом, обратите внимание, их никто не заставлял вообще про эти билеты говорить. Могли бы вполне обойтись. Не уверен, как сказать по-английски. Не надо, выдай другую информацию. Информации более чем достаточно было. Нет, все равно делали грамматическую ошибку. А «go at home» почему-то «at» бралось откуда-то. «It was imaged» вместо «it was designed». Но здесь и слово другое грамматически неверно. И несколько учеников почему-то говорили «comfortability» вместо «comfort». Здесь уже проблемы со словообразованием. К счастью, фонетические ошибки были очень малочисленны. В основном касались ударения в словах «и то мало у кого», и у некоторых были проблемы с интенсионными контурами предложений. Но проблемы, опять же, очень-очень небольшие. С фонетикой было вполне неплохо. Как можно подготовить учеников к этой части? Повторять правила и выполнять задания на словообразование. Очень хорошо работают упражнения на P-correction. Когда дети выполняют упражнения, вернее, задания на P-correction. Дети выполняют упражнения, а затем вы их просите обменяться работами и проверить друг у друга, что получилось. Почему это важно? Здесь есть некий психологический момент. Когда учитель поправляет учеников, то ученики очень часто думают. Либо что учитель ко мне придирается, и эта ошибка неважная, меня и так поймут. Либо они думают, а вырасту, научусь говорить. Когда их поправляет одноклассник, то здесь, во-первых, психологически совершенно по-другому воспринимается. Как это так? Одноклассник видит ошибку, а я ее не заметил. Уже соревновательность включается. Во-вторых, они понимают, что ошибка действительно серьезная. То есть это не учитель придрался, а действительно реальный собеседник их же возраста может не понять. Но и тут включается как раз именно соревнование. Не только у тебя поправляют ошибки, и ты себя чувствуешь неудобно, некомфортно из-за того, что столько ошибок наделал. А здесь еще и помогают, у тебя появляется возможность что-то найти и себя проверить. И не беда, если дети найдут гораздо больше ошибок, чем на самом деле там есть. Это хороший повод увидеть, где у них нет устойчивых, уверенных знаний. Ну и плюс, конечно же, помогают тренажеры электронной по грамматике. Например, во всех обучающих компьютерных программах ко всем учебникам издательства Титул есть большой раздел с упражнениями по грамматике. Причем в программах эти упражнения отдельно маркированы. Их можно использовать с любым учебником абсолютно. Их вовсе не обязательно использовать только с тем учебником, в котором программа выпущена. Потому что грамматика, в общем-то, не меняется. Просто лексический материал будет соответствовать теме одного конкретного учебника. Но можно делать упражнения грамматические из упражнений. Это очень так же. Вот, кстати, интересный. Ирина Васильевна пишет, всегда даю установку. Пользуйтесь тем, что вам знакомо. Заменяйте слова близкими по смыслу. Верно. Есть и описательный перевод и так далее. И соревновательность работает и прочее. Название книги «Олимпиада по английскому языку». Я еще покажу, коллеги, вы не беспокойтесь, я вам покажу это все. И ссылки дам, и вы презентацию сможете скачать сразу после вебинара. Я поднимусь к себе в кабинет и выложу в интернете ее на сайте EnglishTeachers.ru. А посмотрите, как еще можно поработать с грамматикой. Вот пример, опять же, из книги «Олимпиада по английскому языку». И посмотрите, как с этим можно работать. Вот у нас Елена Аюпова, Елена Ревхатовна из Башкирии к нам присоединилась. Елена Ревхатовна работает по учебникам издательства «Титул» и хорошо знает обучающие компьютерные программы. Поэтому вы здесь видите мнение опытного педагога, который пользуется и может оценить на практике. Но давайте вернемся с вами к примеру еще одному упражнению. Давайте посмотрим, что еще может помочь, в том числе и психологически может детям помочь, потому что это тоже очень важно. Задание звучит в следующем образом. Давайте я немножечко увеличу слайд. Задание звучит следующим образом. Complete the text with the right forms of the words related to health and illness. И там дальше будут другие немножко темы. Давайте попробуем. Это непростое задание, но оно, поверьте, очень интересное. Смотрите, какие у нас глаголы даются. Suffer, spread, catch, recover. Очень актуальный глагол, потому что сейчас грипп. Начинается. Только что сейчас в новостях перед вебинаром прочитал, что начинается эпидемия гриппа очередная. Существительные даются. Case, bout, outbreak, epidemic, amnesia, complaint, recuperation. И прилагательные. Allergic, terminal, chronic, catching. Первое предложение дано в качестве примера. For most of the year, most of us had been allergic to work. Apparently there had been a history of such allergies in the school. И дается описание дальше. Давайте подумаем, какие слова вставим. Throughout the spring, there had been quite a few of exams are stupid. Cases, может быть, верно, самое правильное слово здесь. Which proved highly contagious among friends. Then in late May, one or two of us, a mild attack of gosh is until the next month. Что можно с приступом сделать? Code? Нет. Quite a few code не получится. Нам существительное нужно. Коллеги, нет, не suffered. Посмотрите. А, вернее, да. Suffered a mild attack. Прошу прощения, я уже начал на первой смотреть. Виноват. Suffered a mild attack of gosh is until the next month. You could tell how rapidly it was from improved attendance at lessons. It was caught. Верно. Кому, чтобы показать задания грамматические? Ну, посмотрите, здесь, как делается. Здесь юмористический текст об отношении к учебе. Если вам интересно, кстати, поскольку презентация будет выложена для скачивания, вы потом можете это дальше почитать и можете попробовать с вашими учениками сделать. Я смотрю, уже все равно коллеги продолжают ответы писать. Замечательно. Вот такое упражнение может быть. И задание на словообразование. Можно, конечно, просить детей подставить слово в нужной форме, но не менее полезным может быть задание такое. Берется один корень, sense. Даются разные варианты того, что можно из этого слова сделать. Посмотрите. Sensible, sensitive, sensation, sensational, sensuous, senseless. И просят подставить нужное слово в промежутке. Давайте попробуем. What should you say? You'll just have to use your common sense. Наталья Писанец говорит. Верно. The news of the scandal caused a sensation. Уже писали коллеги. I've always found the buzzer of bees has a very effect. Вот с эффект посложнее. Какое здесь воздействие жужжание пчел оказывает? Sensitive? Нет. Sensitive – это человек, может быть. Или какое-то еще может быть. Sensible – разумный эффект? Нет. Sensuous – единственное слово, которое в другие места не подходит. Правда же? Можно иметь там исключение. И, наконец, четвертое. I think the thing to do would be to stop now and get a good night's sleep. И так, номер четыре. Sensible – разумное, конечно. То есть, что-то нам легче сделать, что-то сложнее. И так, посмотрите. Вот такой может быть подход, когда из одного корня даются все возможные варианты, и упражнение направлено на это, а можно пойти по-другому. Берем какой-то аффикс, в данном случае under, и нам нужно подставлять те слова, которые начинаются с under. Например, don't apologize. Most people mix me up with my twin sister. It's very understandable. Давайте мы себя проверим. Тут уже подсказок нет. Тут уже надо вспоминать, что мы можем со словом under, вернее, какие слова начинаются с under и грамматически. Что здесь подойдет? Первое предложение. The most important parts of the notice were in red ink. Underline? Нет. Екатерина, underlined. Конечно же, тут еще и форма грамматическая нужна, а мы же грамматикой занимаемся. Второе предложение. James hasn't enough experience to such a difficult task. Что сделать с таким трудным заданием? Understand? Не совсем, потому что речь идет про experience, про опыт. А еще вариант, кто вспомнит. Undergo? Екатерина, близко, но не совсем. Undergo – это можно про surgery сказать, то есть подвергнуться какой-то операции. Undertake – Юлия написала совершенно. А underdo – это не доделать. Не доготовить. Немножко другое. Тут как раз у него достаточно опыта, чтобы не доготовить что-то. Третье предложение. While exploring the caves, the children discovered a mysterious stream. Какой ручей? Underwater? Нет, но underwater ручей под водой быть не может. Это течение, но здесь же в пещерах. Underground, конечно. И, наконец, I remember my grandmother as a kind and person. Undercover не пойдет. Undercover – это под прикрытием. Это шпион может быть под прикрытием. Так, я надеюсь, вы underground пишете не про бабушку. Вот, understanding, конечно же. Ну и, наконец, последнее предложение. The prime minister was an at Oxford University from 1994 to 1997. Кем он был? Undergraduate. Юлия Геннадьевна первая написала. Уважаемые коллеги, скажите мне, пожалуйста, ну понятно, что упражнение для учеников будет полезно. А вам, как учителям, такое упражнение интересно было бы проделывать? Судя по тому, как вы активно участвуете в обсуждении, я думаю, что интересно. Вот чем хороша подготовка к олимпиадам? Тем, что она нам позволяет вырваться за тесные рамки уроков, когда мы насильно свой английский сжимаем, для того, чтобы дети понимали, чтобы спуститься на их уровень, не сильно отрываться, правда же? И, к сожалению, сами начинаем хуже говорить. Вот очень важные слова Татьяна Ванина пишет. В системе, да, действительно, такие упражнения должны даваться в системе. То есть не от случая к случаю самим придумывать, а должно быть пособие, в котором достаточно таких упражнений, и можно было бы использовать. То есть здесь хорошо и самим встряхнуться, и это здорово, когда работать становится интереснее в такой ситуации. Дальше. Со взаимодействием тоже были проблемы. Помните, я не зря подчеркивал, в задании говорилось, «ask for additional information». А некоторые ученики запрашивали не дополнительную информацию, а задавали вопросы без учета содержания рассказа партнера. Партнер об этом сказал, а они снова об этом спрашивают. Конечно, такой вопрос не засчитывался, он нарушал задание. Были дети, которые задавали вопросы очень хитрые. Причем, знаете, это такой вопрос, что я сам не сразу ответил бы. Конечно, ответил бы, но не сразу. Например, одна девочка спросила своего партнера. Она ему говорит, «Oh, that's very interesting. Could you describe the emblem of the London tube to me, please?» То есть, представьте, попробуйте описать эмблему лондонского метро. Но я думаю, что вы ее помните, у детей картинка была. То есть, они это все видели в информационных материалах, причем не только в комнате для подготовки. Мы экземпляры информационных материалов клали для них на столы, когда они шли отвечать. Вот Наталья Румянцу пишет, «Ну, в Монголии есть электронный вариант книги». Вы знаете, коллега, электронного варианта этой книги нет, но я бы вам посоветовал бы обратить внимание на обучающие компьютерные программы. Там есть достаточно упражнений и на лексику, и на грамматику, и игровых в том числе. Итак, лондонское метро. Ребенок собрался и описал. Он сказал, «It looks like a circle with the words underground written on it». Этого, конечно, было достаточно. Но вопрос был очень непростой и неожиданный совершенно. Что нам может помочь, чтобы научить детей взаимодействовать? Есть несколько приемов, которые помогают. Во-первых, конечно же, функциональные схемы диалога. Помните из методики 80-х годов диалог с пошаговым управлением? Когда ребенку говорили, например, «Вася, повернись к Маше, поздоровайся, спроси, как у него дела?» Вася поворачивает и говорит «Hi, Маша, how are you?» Мы говорим дальше «Маша, поблагодари Васю, скажи, что у тебя все в порядке, спроси, как дела у него?» И Маша выдает по-английски «I'm fine, Вася, thank you, and how are you?» И вот так, как будто мы варенеток дергаем за веревочки, мы извлекали из детей ровно те фразы, которые мы хотели, чтобы они использовали. Функциональная схема диалога близка к этому, к диалогу с пошаговым управлением. Но там вместо того, чтобы жестко, очень контролируемо прописывать, что ребенку надо сказать, там задаются функциональные особенности. Узнаете об этом, согласитесь, не согласитесь, приведите контраргументы, а ребенок сам решает. То есть это semi-controlled task, не жестко контролируемое, но в то же время сохраняется взаимодействие в том русле, в котором мы хотим. Ролевые игры нам очень помогают, а также помогают такие приемы, как опоры на зачин, когда мы детям говорим «Расскажите об этом-то, начните вот так». Или «Начните ваш диалог вот об этом, обсудите, начните вот так». Опоры на концовку, когда мы говорим, как закончить диалог. И самое сложное, это опора на зачин и на концовку. Начните так, закончите так, а в середине уже, будьте любезны, найдите взаимопонимание. Очень непросто, но зато это хорошее тренировочное упражнение тоже. Пойдемте дальше. Вопрос, а сертификаты будут за участие в вебинаре, спрашивает Татьяна Рухлина. Будут обязательно. Мы почти уже закончили, у нас максимум 10 минут остается. И через 10 минут у вас будет сертификат. Светлана Владимировна пишет, хотелось бы приобрести обучающие компьютерные программы. Это несложно сделать, это можно из любой страны, кстати, сделать. Вот кто-то у нас из Монголии участвует и так далее. Заходите в интернет-магазин на сайте englishteachers.ru, проходите по пункту меню, там слева перед вами меню появится, электронные учебники и пособия. Заходите туда, и когда вы выбираете обучающую компьютерную программу, выбирайте программу не на CD, а с электронной доставкой. Вы ее выбрали, как только вы ее оплатили, она в вашем личном кабинете в истории заказов становится доступна для скачивания. И там уж появляется код активации. Тут же скачали, и можете с этим кодом устанавливать на том компьютере, на котором вы будете работать. Но пойдемте дальше. Итак, опоры на зачин, концовку, зачин и концовку нам помогают. Спрашивают, где найти ссылки на обучающие компьютерные программы. Я думаю, что вам сейчас такую ссылку подбросят. Борис Иванович Марков подсказывает. Я думаю, что мы еще найдем. И задание сходного типа. Но давайте мы посмотрим, что нам может еще помочь. Это опять же задание с книги Олимпиады по английскому языку. Здесь мы учим детей взаимодействовать. Давайте мы посмотрим на один из примеров. Слева у нас есть фразы, справа реакция на эти фразы. Реакция, которая очень живая, очень естественная, очень разговорная. Давайте мы чуть-чуть потренируемся. Буквально первые четыре предложения сделаем хорошо. А остальные вы можете скачать потом презентацию и сами потренироваться с учениками попозже. Например, в понедельник или завтра, если у вас уроки есть подходящие. Итак, you mustn't tell a soul. Как мы ответим на это? Вот Гульжан Тупена уже пишет. My lips are sealed. Верно. Where shall I put a case? Что мы на это скажем? Да, это все из книги Юлия Бояркина спрашивает. Коллеги, я видел другие вопросы, я тоже отвечу. Итак, на второе что мы скажем? D. The more the merrier. Нет, коллеги, вы опечатались. Точно так же, как ученики B и D путают. B. Dump it anywhere. Ай, брось куда-нибудь. Can I bring a friend to your party? Вот теперь пойдет D. The more the merrier. И, наконец, how did you know I was going out with Jenny? И здесь ответят на это. Эй, Юлия Дмитриев пишет. Верно. A little bird told me. Тут очень много. Слушайте, а давайте самое трудное вам скажу. Ладно. Девятое. I've got a coin. Что мы на это ответим? Кто-то пишет G. Let's toss for it. Нет, let's toss for it. Это восьмое. How shall we decide? А здесь будет J. Верно. Окей. You toss. I'll call tails. То есть, ты бросай, я назову. Tails. Heads. Это там, где голова королевы. А tails. Это обратная сторона. Правда же? То есть, вот такое удобное упражнение. Оно будет очень непростым для детей. Потому что здесь как раз разговорные вещи. А для нас с вами попроще все-таки, чем грамматика. Потому что у нас языковой опыт больше. Правда же? Еще на проблема. Прошу прощения. Давайте-ка я на секунду вернусь еще. Вы знаете, дело вот в чем. Взаимодействие, конечно, момент важный. И этого взаимодействия очень не хватало некоторым ученикам. Они не слушали собеседника. Пропускали. Поэтому задавали вопрос не для того, чтобы additional information получить, а для того, чтобы спросить хоть что-то. Они не реагировали на рассказ собеседника. Все-таки роль туриста она могла бы помочь. То есть, были такие проблемы. Но еще одна страшная проблема была у некоторых детей. Это был стресс. Был один мальчик, ну, одиннадцатиклассник, уже вроде бы молодой человек. В общем, был один юноша, который пришел к нам отвечать. Он хорошо очень начал, четкое введение. Он начал играть экскурсовода. Замечательно все. А потом по-английски извинился. Говорит, извините, я не могу продолжать, слишком волнуюсь. Мы его попытались успокоить. Сказать, попробуй еще раз. Все же ответы записываются. Он говорит, нет, 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 я не могу. Мы предложили его партнерше выступить первой, чтобы ребенок хотя бы на взаимодействие какие-то баллы набрал. Тут, в отличие от ЕГЭ, слава богу, ноль баллов не ставится, потому что он уже начал, он уже ушел от нуля. Задача хоть как-то была уже выполнена. Девочка хорошо сделала презентацию свою, вернее, провела экскурсию. Он ей задал вопросы, она ответила. Потом он снова начал сначала. Опять немножечко пошел. И его просто трясет. Вот я вижу, знаете, нервы такие, что челюсть немеет, ничего не может сделать. И он потом говорит, извините, я не могу. Он отказался продолжать. Но, по крайней мере, из-за того, что мы его успокоили немножечко, попробовали, он из 10 возможных 5 баллов за решение коммуникативной задачи он заработал. Это то, о чем он успел рассказать. Были и другие дети, у которых стресс был, у кого-то там руки дрожали и так далее. Я такие ситуации нередко видел на ЕГЭ, когда выступал в роли эксперта на устной части. Это еще несколько лет назад. Так вот, как мы с вами можем помочь? Что мы можем сделать для того, чтобы помочь детям бороться со стрессом? Тут есть некоторые моменты очень серьезные. Вот Светлана Рязанцева пишет, некоторым приходилось встать в 4-5 утра, они почти не спали. Да, есть такая проблема, когда нужно приехать в областной центр. Тяжело. Я вам честно скажу, я сам для того, чтобы поработать в жюри, встал в 4-50, в 5-48 сел в экспресс, в 8 был в институте, и затем оттуда в 6 вечера ушел. Тоже день непростой, но мне хотя бы сдавать ничего не надо, у меня ничего не определяло результаты Олимпиады. Только честно я выполню свои обязанности или спустя рукава. Конечно, надо было честно отрабатывать. Итак, что можно сделать, как помочь детям? Прежде всего, очень важно детям напомнить, что Олимпиада – это очень маленький этап на жизненном пути. Сейчас он кажется важным, потом неважным. Не таким важным будет казаться. Можно, например, у детей спросить, вспомните, например, когда вы учились в каком-то там классе в начальной школе, вы получили низкую оценку за диктант или еще за что-то. Как вы тогда переживали? Скажите, пожалуйста, сейчас оборачиваясь на эту историю, вам кажется, что эта оценка была важной или не такой важной? Большинство детей скажут, что не такая важная. И вот с Олимпиадой будет то же самое. Что еще можно сделать? Еще очень полезно предварительно разыграть Олимпиадную ситуацию. Точно так же, как мы экзаменационные ситуации при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ разыгрываем. Для того, чтобы это сделать, возьмите Олимпиадные задания прошлых лет. Я вам сейчас дам ссылки на них, где их можно найти. Абсолютно официально выложены, можно попробовать поиграть. Момент, что советуют психологи. Это не пытаться интенсивно повторять материал за день-два до Олимпиады. Наступит выгорание в таком случае. Ребенок перенапряжется. На Олимпиаде может либо апатия наступить, либо голова будет казаться пустой, как будто он ничего не помнит. Есть еще один момент. Бывает такая проблема. Ой, вот у нас, кстати, Надежда Георгиевна из Астрахани пишет. Спасибо за очень полезный интерактивный вебинар. Надежда Георгиевна, очень рад вас видеть. Замечательно, что вы нашли время и смогли к нам присоединиться. Итак, если у ребенка приступ паники, это и взрослым помогает, это помогает и нам с вами. Что нужно сделать? Если вот наступает такая паника, надо начать медленно дышать. На счет раз, два, три. Считайте про себя. Один, два, три. Вдыхаете. Потом пауза. Раз, два. Потом раз, два, три. И выдыхаете. Это очень трудно сделать, когда весь организм... Дыхание очень успокаивает жизнедеятельность организма. Очень помогает. И самый главный совет перед Олимпиадой. Надо выспаться. Обязательно. И посоветуйте детям взять с собой шоколадку на Олимпиаду. Даже если они шоколад не любят. Очень хорошо помогает мозгам. Это все советы психологов и физиологов. Это не я придумал, но это вещи полезные. Вот видите, Юлия Боякина уже советы дает. То есть, на самом деле, интересные вещи. Где взять информацию? Что еще вам может помочь? А, последнее. Какие ответы получали высший балл? За что могли дети получить? Во-первых, ответ должен был быть полный. То есть, все пункты задания должны были быть раскрыты. Обратите, кстати, внимание. К сожалению, были ответы, которые на ЕГЭ принесли бы высокий балл, а на Олимпиаде высокого балла не приносили. Почему? Потому что ребенок, вместо того, чтобы проводить экскурсию, он начинал как презентацию. I'm going to tell you about, now about history, now let me tell you about the stations и так далее. Он четко обозначал каждую подтему. Он обозначал каждый подпункт. Но в то же время, жанру это не соответствовало. А помните, в Олимпиаде очень важно соответствовать речевой ситуации и жанру. В отличие от прошлого года, когда за оригинальность ответа можно было добавить один балл ученикам из 20 возможных, сейчас у жюри не было такой возможности. Но мы имели право в комментариях дописывать дополнительные комментарии. Например, если артистизм был, если ребенок давал дополнительную информацию. Например, один юноша не просто рассказал, провел экскурсию, но он столько интересного, дополнительного рассказал про лондонское метро, чего совершенно не было в раздаточных материалах. То есть у него был большой кругозор, который он использовал. Что мы, естественно, это отметили. Поэтому, если, например, будут два ученика с одинаковыми баллами, то этот комментарий сработает в пользу этого ученика. И, конечно, взаимодействие с партнером. Из всех 40 детей только один юноша действительно играл туриста в полной мере. То есть что он делал? Он повернулся к собеседнице, он ее слушал, когда она ему рассказывала. И он говорил, oh, how very interesting. Oh, really? И так далее. I didn't know that. Он совершенно не мешал собеседнице. Это тоже очень важный момент. Он ей помогал держаться в роли, и в то же время сам эту роль играл, вжился. Вот такие вот моменты. Где взять интернет-ресурсы? Посмотрите, есть сайт rosolimp.ru. Это официальный портал Олимпиада. Там вы найдете раздел по английскому языку, и порядок проведения Олимпиады, и методические рекомендации, и интерактивные онлайн-упражнения. Можно найти, но это на сайте englishteachers.ru в рубрике «Тесты онлайн». И можно найти на сайтах, в том числе и на rosolimp, задания и ключи и регионального, и финального этапа Олимпиады. Поэтому, коллеги, те из вас, кто говорили в начале вебинара, что нет у учителей информации, специальную информацию никто не даст, но найти ее можно, она абсолютно в открытом доступе находится. Какие еще книги могут пригодиться, с вашего позволения, еще три слайда, и мы заканчиваем на этом. Вообще, для того, чтобы готовить к такого рода мероприятиям и к итоговым аттестациям, вы можете начинать с самого юного возраста. Классах Олимпиады это английский язык. Сейчас издательство «Титул» стал ежемесячно проводить по небольшому онлайн-конкурсу для учеников. У нас сейчас онлайн-конкурс идет, например, на englishteachers.ru, эту информацию найдете, и мы даем детям призы, и даем сертификаты, в которых написано фамилия, имя, отчество учителя. Но, тем не менее, есть дополнительные книги. Вот, скажем, книга стоит 97 рублей. Итоговая контрольная работа для выпускников начальной школы. Эта книга может использоваться с любым учебником. Она сделана в соответствии с примерной программой. Поэтому, если вам в четвертом классе надо провести итоговую контрольную работу, независимую, можете взять эту книгу. Там есть и аудирование, и чтение, и лексика, и грамматика, и письмо, и говорение. Кстати, и монолог, и диалог. Вот эта книга позволит вам подготовить учеников к устной части ОГЭ. Это тренировочные тесты, их 15. Эти тесты тематические. То есть, на ОГЭ все задания будут на разные темы. А здесь сделаны специально по темам, для того, чтобы лексику можно было вспомнить и фоновые знания активировать. Автор Радислав Петрович. Скачать, послушать в качестве эталона. И устроить тренажер. Задание на диалог. Диалог, который дети слышат, на который должны отвечать, тоже записан в аудиоприложении. И для подготовки к ЕГЭ есть вот такая книга. ЕГЭ, английский язык, устная часть, тренировочные тесты. Про цену спрашивайте. На ОГЭ 133 рубля, а на ЕГЭ, по-моему, что-то ближе к 150. А вот 157 нам подсказывают. Там 160 тренировочных упражнений. По 40 упражнений на каждую часть устной части. Все тексты задания, опять же, номер один озвучены. Аудиозапись можно для самопроверки использовать. Но здесь уже не тематически организовано. А сначала идет 40 заданий, часть 1. Затем 40 заданий, часть 2. 40 заданий на задание 3. И так далее. То есть вы можете комбинировать. Представляете, сколько вы можете тестов тренировочных сделать для детей. Вплоть до того, что у каждого ребенка будет индивидуальный вариант. Вы, например, даете книгу и говорите. Задание номер 1, вариант 2. Например, номер 3, вариант 6. Номер 4, вариант 8. И так далее. Можно все это дело использовать. Вот такие вот материалы. Ну что ж, уважаемые коллеги. А вот сама книга Олимпиады. Я еще раз хочу сказать. Сегодня утром последние книги этого тиража купили. Но мы отправляем новый заказ в типографию. В начале февраля будет новый тираж. И при этом, как я уже говорил. Вместо того, чтобы прилагать диск физический, MP3. Мы дадим, точно так же, как к предыдущим трем книгам. Мы дадим аудиоприложение для скачивания бесплатно. Вы его сможете скачать и пользоваться им так, как вам угодно и детям давать. Вот такие вот моменты. Ну что ж, уважаемые коллеги. Давайте теперь мы подходим к завершению. Я сейчас выведу на экран информацию о том, как получить сертификат. Дам для вас код. А пока вы будете получать сертификаты. Вот у нас уже 643 участника. Я буду стараться отвечать на ваши вопросы, которые касаются Олимпиады. Любые вопросы по методике, по учебникам. Что угодно можете задавать. Вот сейчас появился код для получения сертификата. Не пугайтесь, что он уплывает вверх. Я вам буду его давать снова, снова и снова. Пока не получите. Вот кто-то пишет страницу со ссылками. Вероника Анатольевна. Вероника Анатольевна, я покажу страницу со ссылками. Давайте сейчас люди получат, другие участники сертификат. Те, кому нужно. Хорошо. Вот у нас 644 человека. А я готов отвечать на ваши вопросы. Поэтому, уважаемые коллеги, если есть вопросы, напишите мне их, пожалуйста. Если есть какие-то комментарии, я успевал краем глаза видеть, кто-то говорил спасибо и так далее. Я тоже отвечу. Альфия Кондратьевна. Я, кстати, видел, что ваша ученица заняла высокое место в региональной Олимпиаде. Я вас поздравляю от всей души. Уже известно, где будет проходить заключительный этап с Российской Олимпиадой по английскому языку в этом году. Я не знаю, коллеги, честно говоря. Пока не знаю. Я думаю, что объявят очень скоро. Что еще? Спасибо. Правда ли, что в этом году будет обязательно мониторинг в четвертом классе? Спрашивает Ольга Васильевна Шаталова. Ольга Васильевна, ситуация сейчас вот какая. Некий мониторинг может быть региональный, но по соответствии с обучением, контрольная работа. Но итоговый контроль, он внутри школьный. То есть вам никто не спускает задания, вы сами их разрабатываете. Если у вас есть время, вы можете разработать задания. Либо вы можете взять готовую книгу, например, калфу на итоговые контрольные работы. Так что еще спрашивать? Ваши впечатления об Олимпиаде? Вы знаете, впечатления у меня уже немножко притупились из-за того, что я уже лет 6 или 7 в жюри Олимпиады устного тура. Вы знаете, в общем-то неплохо, но опять же подлинно Олимпиадного уровня детей не так много. 20 баллов из 20 возможных, из 40 учеников, которые через меня прошли, получили всего 2. Потом был мальчик с замечательным английским языком, американским вариантом, как я уже говорил. Но он не все пункты задания раскрыл. Некоторые он вообще не упомянул, к сожалению. Поэтому он получил не 20 баллов, а, по-моему, 18 или 19, я не помню. Высокий тоже балл, но не такой высокий. Но я очень надеюсь, что у него были высокие результаты на письменной части, и он ответил на них. И все равно попадет в, наверное, всероссийский этап. Что еще? Нас информируют, что будет мониторинг в 5-м и 8-м классе в октябре-ноябре. Да, вполне возможно, такой мониторинг может проводиться. Есть ли эти пособия в книжных магазинах? Да, во всех хороших магазинах это есть. Скажите, пожалуйста, когда будет результат регионального этапа? Их уже начинают сообщать. Я думаю, что в начале следующей недели их уже разместят. Ссылка на презентацию вебинара. Презентацию мы сейчас разместим на сайте englishteachers.ru. Там есть раздел семинары и вебинары, и тема презентации с вебинаров. Я надеюсь, что сейчас кто-то нам эту ссылку подбросит в чат. Что еще? Есть ли какие-то задания с описанием подгоз, где расписаны все ООД? Таких заданий, насколько я знаю, нет. И проблема вот в чем. Во ВГОС в разных частях стандарта приводятся разные списки ООД. У нас был вебинар о том, как достигать ООД. У нас будет еще вебинары на тему ООД. Вы можете посмотреть видеозаписи и презентации. Там эти ООД даются списком и даются примеры заданий. То есть, если вам надо расписать, вы сможете. Федеральный перечень. Федеральный перечень ситуация вот какая. Ситуация следующая. Как вы знаете, полтора года назад, когда формировался текущий федеральный перечень, Министерство образования не включило учебники титула в этот перечень, несмотря на все положительные заключения. Министерство последовательно выдвигало самые разные объяснения. Сначала сказали, что был неполный комплект документов. Но поскольку документы сдавались под опись, оказалось, что комплект полный. Внезапно нашлись документы. Затем Министерство приводило другую причину. В результате оказалось, что ситуация, как Министерство пояснило, была следующая. На каких-то заключениях не совсем в том порядке, как на титульных листах было написано название учебника. То есть, на титульном листе написано английский язык, английский с удовольствием, фамилия авторов, английский с удовольствием. А в заключении было написано английский язык, английский с удовольствием, фамилия авторов. Именно образование сказало, что не смогли сопоставить. А вдруг это заключение на другой учебник с теми же авторами, с названием на русском языке тем же самым, но без английского названия. В общем, под этим предлогом все учебники издательства титул в федеральный перечень, к сожалению, не включили. В следующем году, уже в 2017-м, выйдет новый федеральный перечень. Титул готовится подавать учебники на экспертизу. К сожалению, на учебнике Enjoy English авторы не продлили договора авторские, поэтому ряд учебников в титул издавать уже не имеет права Enjoy English. У нас таки права есть до начала 2020-х годов, а на некоторые компоненты УМК и дольше, то есть рабочие тетради, аудиоприложения. Но эти учебники мы, к сожалению, не сможем подать на включение в федеральный перечень. То есть, таким образом, их судьба целиком и полностью зависит от авторов. Может быть, они войдут. Может быть, они не войдут. К сожалению, ничего не могу сказать по этому поводу. Очень хотелось бы, чтобы они вошли. Очень хотелось бы. Но, тем не менее, по этим учебникам вы имеете право продолжать работать. Есть целый список документов, включая приказ министра образования. Вот у вас есть уже ссылка. Вопрос Марии. Назовите, пожалуйста, несколько фраз или реплик, которые при проведении экскурсии наверняка отнесут высказанное к жанру экскурсии. Пожалуйста. То есть, просто упоминаем и жанр сам, самообращение. Можно делать так, как экскурсоводы представятся. Лучше всего придумать какое-то имя. Один молодой человек так и сделал. Например, Hi, my name is Boris Johnson, and today I'm taking you on a tour of the London Tube. The famous London underground transportation system is very old. Its history goes back to... И начал рассказывать. То есть, в другом порядке. Не в таком порядке, как опоры были даны. Но обо всем рассказал прекрасно. Великолепно просто. Жанры соответствия и прочее. Алия Абдулина пишет. Просим переделать учебник для балетов 7-11 класс в виде 5-6 класса с УМК. Вы знаете, у титула права на 11 класс остались, но переделать могут только авторы. К сожалению. Поэтому здесь переделки не предполагается. Я думаю. Очень любим Кауфман. Они должны быть в персикаре. Мы точно так же считаем. Это действительно эффективный, интересный, хороший учебник. Замечательный курс. Точно так же, как и курс Милининг Данин Энглэш. Мы будем делать все, чтобы эти учебники в перечень вернулись. Я еще посмотрю на вкладочку «Вопросы». Потому что там тоже задавали вопросы. Что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. Ера Борисова пишет. Сейчас ГОС второго поколения уже в 5-х классах. Но даже у члена начальной школы слабо представит, что означает вести и работать ПАВГОС. Я считаю, необходимо государству побеспокоиться о повышении квалификации чтения на бумагах, а на деле реальные курсы и так далее. Есть ли возможность у издательства организовать такую работу? Мы можем провести несколько вебинаров о том, как проводить уроки ПАВГОС. Вы точно так же можете посмотреть видеофрагменты уроков, которые подавались на конкурс «Золотые уроки России». Там любопытные вещи были. Так что еще? Подскажите, пожалуйста, на всероссийский этап Олимпиады отправляют всех победителей от региона или смотрят на количество баллов? Коллеги, не знаю, здесь надо идти на сайт российской Олимпиады и смотреть положение по процедуре. В документах это написано. Может ли учащиеся участвовать в региональном Олимпиаде заочно, находясь в другом городе, когда устную часть проверяют по скайпу? Коллеги, я никогда не слышал, чтобы устную часть проверяли по скайпу. Поэтому не могу сказать ничего об этом. Хотел бы, но не могу. Ирина пишет. Право-то работать можно, но учебник в федеральном перечне оплачивается, а не включенные должны покупаться самими детьми. Да, учебник Аффланд был всем по душе. Уважаемые коллеги, вы можете использовать учебники в качестве дополнительного пособия. Если родителям, например, это интересно, они хотят иметь хороший результат по английскому языку. Какие вебинары приблизительной темы вы сами будете проводить в ближайшее время? Спрашивает Юлия. Коллеги, а вы напишите, какие темы вам были бы интересны. И если вы хотите, чтобы какой-то вебинар именно я провел, укажите тоже. Можете написать по электронной почте, на сайте можете написать, здесь в чате. С удовольствием постараюсь провести. Так, что еще? Почему не могу получить сертификат по коду, пишет Юлия Дмитрова. Уважаемые коллеги, попробуйте, получаются сертификаты. Если что-то не получится, напишите по электронной почте, мы вам дадим. Но попробуйте еще раз ввести код, впечатайте аккуратненько вашу фамилию, имя и отчество. И проверьте адрес электронной почты. Как только вы нажимаете на кнопку «Получить сертификат», он автоматически генерируется и отправляется вам на указанный вам адрес электронной почты. Что еще? Итак, тема для вебинаров. Урок в формате в ГОС. Хорошо. Это интересная тема. Имеем ли мы право закончить учебник Кауфман? Да, вы имеете это право. В приказе министра образования говорится о том, что еще 5 лет можно продолжать пользоваться этими учебниками. И есть письмо департамента государственной политики в сфере образования директора департамента, где говорится о том, что дети имеют право завершить обучение по учебнику и нецелесообразно переходить на другие учебники. Об этом тоже говорится. На английском языке хотелось вебинаров еще. Хорошо, запланируем. Не скачивается сертификат. Уже два раза в год вводила и проверяла. Коллеги, напишите, у кого не скачивается, напишите на адрес connectsobakaenglishteachers.ru. Мы попробуем, пока ссылка готова. Напишите ваше имя, фамилию и отчество. И ваш адрес электронной почты. И мы попытаемся вам сгенерировать эти сертификаты. Вот Владимир Федорович Майоров пишет. В ГОСТ позволяет комбинировать темы из разных учебников только в рабочей программе и это прописывать. Здесь дело не только в АВГОСТе. Рабочая программа позволяет указать все дополнительные учебные пособия и можно им пользоваться. Онлайн-конкурс. Онлайн-конкурс идет сейчас для детей. На сайте EnglishTeachers.ru есть информация. Есть информация в социальных сетях, в группах издательства Титул, и во ВКонтакте, и в Фейсбуке. Есть тесты по happyenglish.ru. Тесты есть в контрольных работах, в обучающих компьютерных программах. Можно взять оттуда. Что еще технологическая карта урока по ГОСТу? У нас был такой вебинар в прошлом году осенью. Его проводила Светлана Владимировна Ткачева, методист из Санкт-Петербурга. Замечательный был вебинар. Посмотрите видеозаписи, скачайте презентацию. Это было. Система оценки образовательных результатов в рамках ГОСТ вебинар. Я проводил в декабре вебинар о подготовке к итоговому контролю в четвертом классе. Я говорил про систему оценки. Посмотрите в них. И мы будем продолжать эту тему. Создание рабочей программы по ГОСТу. Был такой вебинар. Не раз проводил. Еще от 2014 года со всеми документами. Посмотрите видеозаписи, скачайте. Если надо, могу еще провести. Почему региональный этап Олимпиады проходит среди учащих 9-11 классов вместе, а не по отдельности, как по другим предметам, 9-10 или 11-й? Коллеги, не могу сказать, это вопрос к организаторам Олимпиады. Я всего лишь член жюри. Это точно так же, как я не могу объяснить, например, какие-то особенности организации ЕГЭ. Методически, да. Могу объяснить, почему. Ссылку на конкурс можно получить. Сейчас постараемся вам ссылку дать. Ошибки учащихся на устной части ЕГЭ. Хорошо. Такой вебинар легко провести. Я думаю, что сделаем. Вебинар. Мобильный лингофонный комплекс на уроке. Вы знаете, лингофонные комплексы бывают разные, поэтому я боюсь, что общий вебинар покажется общими словами. А по конкретному комплексу это надо говорить, какой конкретно проводить. Скажите, как вы относитесь к учебникам Верещагина? Коллеги, я по ним не работал, ни разу по этому не могу сказать. У меня нет этого опыта. А любые теоретические воззрения, ну, плоха та теория, которая не оправдывается опытом. Без опыта любая теория мертва, к сожалению. И это было бы бессмысленно. В ЕГЭ задание 2, где нужно задать 5 вопросов. Если ученик пропускает артикл осуществительный, например, говорит How much does ticket cost? Будет ли засчитан вопрос? Вопрос засчитан будет, но за грамматику оценка может быть снижена. Вот, если он как прямой вопрос, наличие вопроса засчитано будет, конечно же. То есть пункт будет добавлен. Вебинар по разговорной лексике. Наверное, имеет смысл провести вебинар. Об обучении разным стилям и жанрам речи. Правда же? Сюда и разговорная лексика подойдет. Хорошо. Технологические карты должны быть на каждый урок или можно оставить на каждый юнит. Нет ни одного документа, который требовал бы от учителя создания технологических карт. В стихотех стандартов нет вообще упоминания про технологические карты. Технологические карты придумали, пять вариантов, причем разных, как одно из подсобных средств подручных для учителя, которое помогало бы учителю раскрыть, как он технологии различные образовательные использует. Нет ни одного требования, которое обязывало бы учителя вообще технологические карты составлять. Ни одного документа такого нет. Поэтому, коллеги, карты технологические вообще не обязаны нигде присутствовать. Если к вам администрация пристает с этим вопросом, попросите у администрации письменное распоряжение со ссылкой на документы. Когда планируется конкурс «Золотые уроки России»? Мы его обычно проводим осенью. Начинаем в сентябре и заканчиваем к декабрю. Живой разговорный язык. Можно попробовать провести вебинар о современных тенденциях в английском языке. Но посмотрим, получится ли. Здесь интересно было подготовиться и, может быть, попытаться найти носитель языка. У нас методист КПН требует их составлять. Коллеги, спросите у методиста, на основании какого документа выдвигаются такие требования. Таких требований не существует. Если по школьному и локальному акту обязательно писать, то придется технологические карты писать. Вот Ольга Васильевна поправляет. Это если школа такой акт написала. Коллеги, ну школа составляет акты, исходя... В общем-то, она должна учитывать мнение, не учитывать. Предложите школе этот акт отменить, либо переделать. Потому что это работа ненужная, утомительная и бессмысленная. Технологические карты имеются смысл составлять в том случае, когда вы хотите продемонстрировать, какие технологии, как вы используете на уроках. И все. Больше они не нужны. Скажите, сертификат без печати какой-либо? Это сертификат электронный, поэтому печать туда не ставится. Но я думаю, что мы будем просто делать надпечатку, что это для вебинаров и так далее. Можно ли писать по урочный план только в электронном виде? Вы знаете, здесь зависит от того, какой у вас документ и оборот. В принципе, это внутренняя организация работы школы. Так, ну что ж, можно ли еще раз прослушать вебинар и где? Да, видеозапись вебинара будет выложена в начале недели, а сегодня будет презентация. Вы про методиста, Ачин Галина пишет, что он именно хочет проверить наше владение технологиями и знания ООД. А эта проверка, она плановая какая-то? Она обязательная? То есть на каком основании методист проверяет? Если нужно, ну составьте какую-нибудь технологическую карту одну. Не могли бы дать рекомендации пару слов о стратегиях при выполнении заданий интегрированной аудированной чтения? Я думаю, что это повод для отдельного вебинара, потому что сейчас сходу тяжело было бы все это дать. Это хорошо перед глазами видеть на слайде. Ну что ж, уважаемые коллеги, если других вопросов нет, большое вам спасибо за внимание. Если вы сертификат не получили по какой-то причине, обращайтесь к нам по электронной почте. Кто-то пишет, что не могу скачать вебинар. Коллеги, презентация будет на сайте englishteachers.ru. Здесь вы ее скачать не сможете. Так, что еще? В рубрике «Вопросы» Вера Борисова пишет. Языковые игры с вашего сайта на своем сайте не получается установить, только их баннеры. Перетестовая баннер на игру не получается, только на главную страницу вашего сайта. Что я могла не так сделать? Знаете, давайте мы попробуем в этом разобраться. Напишите нам по электронной почте. Я попрошу службу технической поддержки с вами связаться. И попробуем вместе решить эту проблему. Ну что ж, уважаемые коллеги, большое вам спасибо. Мы заканчиваем на этом вебинар. Хорошего вам вечера. Тем более те, кто приходили из других регионов в Красноярске, вообще уже совсем темно и холодно, и спать уже пора, правда? Я желаю вам хорошего отдыха. И я желаю вам, чтобы, не важно, будут ли ваши ученики побеждать в Олимпиадах, не будут они побеждать, захотят ли они туда пойти или нет. Я очень желаю, чтобы ваши ученики любили английский язык точно так же, как любите его вы, чтобы вы могли их по-прежнему приобщать в культуре, и чтобы ученики вам всегда были благодарны за то, что вы для них делаете, чтобы они раньше или позже осознали, какой труд вы в это вкладываете, как вы за них переживаете, и как вы любите и вашу работу, и ваших учеников. И пусть они вам платят такой же любовью. Все. Большое вам спасибо. Меня спрашивают, когда ваш следующий вебинар? Коллеги, график вебинаров на февраль мы пока только составляем. Мы его опубликуем скоро. Вот, в Красноярске же 22.34 пишут коллеги. Ну что ж, спасибо коллеги. До свидания и хорошего вам вечера. Мы можем продолжить общение на сайте EnglishTeachers.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...